Бывший советник президента Дональда Трампа Майкл Флинн признался виновным в лжи под присягой. Он солгал о своих контакте с российским послом. Политические оппоненты Трампа считают, что это может привести к серьезнейшим последствиям. Думаю, что мы видим, как постепенно готовится обвинительное заключение о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Не исключено, что Файнстин подразумевает президента Трампа. Схожее мнение высказывают и некоторые республиканцы, которые считают, что расследование не ограничится Флинном. «Через какое-то время мы поймем, тем или иным образом имело ли место сотрудничество между людьми Трампа и Россией. Я не могу представить, чтобы Флинн не знал об этом». Президент Трамп вновь назвал это расследование охотой на ведьм, подчеркнув, что он и его штаб не сотрудничали с Кремлем во время избирательной кампании 2016 года. «Не было абсолютно никакой связи, поэтому мы так счастливы». Однако после признания Флинна Трамп открыл огонь в Твиттере. «Я уволил генерала Флинна, потому что он лгал вице-президенту и ФБР». Критики президента немедленно отметили, что этот твит можно расследовать как признание вины Трампом. То есть получается, что президент Трамп знал о том, что Флинн лгал ФБР еще до того, как он просил бывшего директора ФБР Джеймса Куми быть помягче с Флинном. После этого с редким заявлением выступил личный адвокат Трампа Джон Доут. Доут заявил, что он, а не президент, написал этот твит и что текст твита стал жертвой неудачной редактуры. И не должен был демонстрировать, что Трамп знал о том, что Флинн лгал ФБР. Доут также указал, что никогда ранее не писал твиты за Трампа. Позже Трамп снова появился в Твиттере. «Я никогда не просил Куми прекратить расследование в отношении Флинна. Это просто очередные фейковые новости, рассказывающие об очередной лжи Куми». Трамп также вновь напомнил о своей сопернице на выборах, которую он называет «мошенницей Хиллари». Президент США выразил удивление, что она, по его утверждению лгавшая ФБР, избежала ответственности. «Правосудия нет», — резюмировал президент Дональд Трамп.